Здравствуйте, спасибо большое, что нашли время. Вот сегодня, минувшей ночью, прошли первые такие прям массированные удары по Киеву. Огромное количество беспилотников, которым пытались поразить украинскую столицу. Ну и очевидно, что зима будет довольно тяжелой, и что Россия будет пытаться нанести как можно больше ущерба Украине. На ваш взгляд, насколько сейчас украинское общество консолидировано, и насколько сейчас оно готово к тому, чтобы продолжать давать отпор российским войскам и российским притязаниям и российской оккупации? Давайте начнем с того, что сегодня действительно был масштабный обстрел, массированный обстрел дронами, прежде всего, безусловно, Киева. И это связано с тем, что сегодня в Украине отмечают День голодомора, то есть геноцидной практики, которая применялась с 30-е годы прошлого столетия с точки зрения уничтожения украинцев. Опять же, это было в рамках советской концепции деассимиляции тех или иных территорий. И, соответственно, безусловно, это такой символический акт показать, что мы видим, мы помним, мы продолжаем, что там деды воевали, да, мы продолжаем ту практику, практику НКВД, которая применялась в середине, еще раз подчеркиваю, прошлого столетия. И, соответственно, да, по Киеву было отправлено более 50 дронов, все они практически сбиты. Что касается теперь общего настроения, общей оценки того, что происходит, общество, безусловно, консолидировано. Мы понимаем, что Россия некоторые коррективы в свою тактику и стратегию внесет с точки зрения атаки. Опять же, напомню, что в прошлом году вначале это были такие, знаете, более осторожные, что ли, атаки, потому что Россия пыталась доказать, что она все-таки воюет с военными целями, да. Сейчас никто этого уже не скрывает, что воюет именно с гражданскими объектами, с центрами городов. Мы видим, что ежедневная артиллерийская работа идет по Хельсона. Мы видим ежедневную баллистическую работу по, я имею, баллистическими ракетами по Харькову. Мы видим абсолютно точно такие же удары по населенным пунктам вдоль прифронтовой зоны, включая, кстати, Запорожье в целом. И, соответственно, мы видим дроны, которые каждую ночь летят. Дроны обычно летят в количестве 25-35 единиц. Сегодня мы видели более 70 штук, 74, если быть точным. И, соответственно, понимаем, что это будет нарастать. Но, еще раз, возвращаясь к психоэмоциональной оценке общества Украины, то нет, безусловно, оно консолидировано с точки зрения того, что вы терпим, что вы стояли в прошлом году, вы стоим в этом году. Тем более, что общество понимает некоторые аспекты подготовительной работы, которое было сделано. И даже сейчас оно продолжается. Это с точки зрения систем противоракетной обороны, которых гораздо больше в этом году. Второе — это другая тактика работы по дроном. Это скорее мобильные системы, то есть мобильные системы, передвижные системы противоракетной обороны. Их тоже больше в этом году. Это системы защиты энергетических объектов. Разработаны там несколько систем. Есть с точки зрения физической защиты, прежде всего. Это изменение диспетчеризации, то есть управление, опять же, критической инфраструктурой в условиях дефицита электроэнергии, который может возникнуть в связи с атаками. Ну, то есть, грубо говоря, всё это выглядит сегодня гораздо более подготовленно. И да, общество, с одной стороны, находится в определённом депрессивном состоянии. Ну, понятно, всё-таки два года война. Но, с другой стороны, сомнительно, мягко говоря, что вот эти атаки, дроновые атаки, будут влиять как-то на общее консолидированное настроение, что в этой войне нужно дойти до конца. В прошлый раз мы с вами говорили про некоторый такой депрессивный эпизод с точки зрения восприятия происходящего. И пока он не окончен, очевидно. И даже наоборот, есть некоторое количество разговоров про то, что ситуация плохая, про то, что вот там Россия много всего производит, разговоры про то, что Украину могут кинуть. В том числе они участились и после выборов в Нидерландах. Ну, это лишь там один из примеров, да, где пришёл человек специфичных взглядов. В основном со своей компанией, связанной с миграцией, но касательно, как это ни странно, значит, там у него в том числе и неподдержка помощи Украины, или как минимум её ограничения. И разговоры по поводу Америки продолжаются, по поводу Евросоюза и прочего. Чувствуете ли вы, так сказать, давление с этой стороны? И есть ли у вас, может быть, опасения, что Украину действительно, как это принято выражаться, могут кинуть? Ну, безусловно, в войне много разных этапов. Безусловно, эти этапы определяются ситуацией и по линии фронта, и ощущением, таким субъективным ощущением общества, что происходит. И, конечно же, быть всё время в адреналиновом шторме, то есть всё время быть на подъёме невозможно. Ну, если война короткая или локальная, то да. А если война такого масштаба и такой интенсивности и длительности, как в Украине, то, конечно, невозможно. С этим надо будет работать. Это абсолютно нормальное психологическое течение любой войны. Давайте по пунктам просто разберём, чтобы было понятно. Что касается военного производства в России, мягко говоря, это не совсем правильная информация, что оно там наращивается стремительными темпами. Даже с точки зрения производства по технологиям или по лицензиям Ирана, дронов, тех же шахедов, модернизированных шахедов, оно не в таком количестве, как сама российская пропаганда об этом постоянно говорит. Дальше. Ракетное производство, да, в какой-то степени они дальше работают. То есть они воспроизводят в месяц 20-30 ракет класса «Калибр» или «Искандер-М», «Искандер-К». Но, в принципе, опять же, это не тот масштаб, о котором говорит Россия. Наоборот, Россия сегодня испытывает такую же ресурсную несостоятельность, которую испытывала в своё время Украина, особенно в середине войны. И таким образом она обращается, например, в Северную Корею для того, чтобы скомпенсировать главный расходный материал. Это снаряд 152-122 и минус 120. И Северная Корея, насколько я понимаю, порядка несколькими траншами за последние полтора месяца передала Российской Федерации в районе что-то, в районе 400 тысяч снарядов. То есть как раз-таки вот это свидетельствует о достаточно быстром и нарастающем истощении, ресурсном истощении российской армии. Что касается кинут или не кинут, или что касается вот этих выборов, которые проходят в Европе и на которых побеждает ультраправо, абсолютно право. Эта связь немножко более объёмная. Это как раз то, о чём я постоянно мы и здесь говорили неоднократно. Вот сама война в Восточной Европе, которую затеяла Россия, провоцирует много других точек напряжения. Одна из них — это Ближний Восток. Хорошо, что Израиль ситуацию держит под контролем. Мне это симпатично, потому что война там не разрастается. Так как многие говорили о том, что многие страны втянутся в эту войну, это будет такой разрастающийся масштабный конфликт на Ближнем Востоке, где будет задействована Сирия, Ливан, Хизбалла, Иран и так далее, и тому подобное. Это хорошо, что Израиль гораздо более жёстко контролирует эту ситуацию и не даёт ей разрастаться. Но вот с другой стороны мигрантское давление на европейские страны, которое сейчас получило такую, знаете, возможность под эгидой пропалестинских, на самом деле прохамасовских манифестаций активно атаковать принципы управления и культурные принципы внутри стран пребывания мигрантов, то есть оно, конечно же, напугало местного обывателя. Опять же, это следствие войны России. Россия в этом крайне заинтересована. Почему сейчас дойдём до этого? И, соответственно, вот обыватель напуганный, и напуганный он, с одной стороны, агрессией другой культуры, которая так и не ассимилировалась, которая не стала элементом общего европейского культурного пространства. И в то же время напуган избиратель, напуган вот этим бездействием, неготовностью принимать решения классического коллективного европейского политика. И, соответственно, тут появляются пассионарные партии, ультраправые, как правило, где есть вождь, где есть лидер, который говорит, «Я, вот изоляционистская политика, вот, условно говоря, антимигрантские законы, вот ограничения, вот выселение» и тому подобное. И на фоне страха, безусловно, голосуешь за более харизматичного человека, который готов на себя взять ответственность. Да, ты не слушаешь там особую идеологию и так далее. И вот тогда поправение Европы очевидно. А поправение Европы, опять же, следствие войны в Украине, потому что Россия, напомню, давайте не только брать господина Вилдерсону, который победил на парламентских выборах в Нидерландах, да, еще посмотрим, сможет ли он там соревновать коалицию, потому что все-таки он сам по себе изолирован от тех партий, других партий, которые прошли в парламент. И, соответственно, ультраправые партии всегда ориентировались на Российскую Федерацию. Прямо, финансово, косвенно, через каких-то посредников и так далее. То есть Россия как раз-таки вот эту сеть строила именно и параллельно активно принимала участие в обеспечении более существенного мигрантского давления на европейские страны. Мы, кстати, сейчас видим то, что происходит в Финляндии на границе России и Финляндии. Мы сейчас видим то, что происходит, если брать юг Европы, в Испании на границах с Маропо, и так далее. То есть, соответственно, для России это очень хорошо развивающееся событие. Смогут ли они привести к остановке помощи Украины? Нет. Вот сейчас я перейду к главному. Сможет ли внутриполитический диалог в Соединенных Штатах привести к остановке помощи Украины? Нет. Потому что первая причина — это внутренние дискуссии, но тем не менее и внутри Европы понимают, что если война не заканчивается справедливо, то, собственно, давление на Европу будет только нарастать. То есть Россия будет не проиграла, будет гораздо больше денег тратить для того, чтобы получить вот такую, мягко говоря, ослабленную, хаотическую, с вечными внутренними конфликтами Европу для того, чтобы там как-то доминировать. Для России доминирование — это единственный важный инструмент внешней политики. Что касается Соединенных Штатов, тут ситуация еще более рельефна. Вопрос помощи Украины — это инвестиции в глобальное лидерство. Ты либо глобальный лидер, либо ты проиграл войну вместе с Украиной. Причем проиграл кому? Не какой-то сопоставимой с точки зрения экономики, объемов внутренних финансов, с точки зрения военного производства, с точки зрения бюджета, Минобороны, Пентагона. Ты проиграл стране отсталой технологически, которая на самом деле доказала, что на рынке оружия она продавала еще советскую, брейшенную технику, не более того. Это, конечно же, приведет к тектоническим сдвигам в глобальном политическом процессе. И есть признаки того, что это тоже понимают и по этому пути не будут идти. Да, будет тяжелая избирательная кампания в Соединенных Штатах, да, будут вот эти дискуссии помогать, не помогать Украине, но помощь будет. И мы видим, что понимание глобальной роли Соединенных Штатов возвращается постепенно. Диалог Си Цзиньпиня и президента США Байдена, они очень четко фиксируют новый вот этот крупное начало диалога о конструировании нового миропорядка. Вы говорите про долгосрочное планирование, но оглядываясь назад, мы видим, что у Запада с этим большие проблемы. Мы видим, что и в 2008, и в 2014, как раз был отдан приоритет минимизации издержек стран Запада здесь и сейчас в пользу, значит, вместо того, чтобы блокировать будущее нарастания проблемы, из-за чего мы имеем нынешнюю войну сейчас. Откуда ваша уверенность, что эта история не повторится, ведь популистский характер, в том числе избирательных кампаний в ряде этих стран не особо сильно как будто изменился или изменился? Хороший вопрос. Вы понимаете, когда вы выбираете какую-то стратегию, давайте возьмем ту стратегию, которую выбирали страны европейские или евроатлантические, на уменьшение финансирования военных программ, на сокращение бюджетов НАТО, на сокращение военных производств, на мультикультурализм, замещение рабочих мест за счет, опять же, мигрантов и так далее. На закупку российских энергоресурсов. Закупку российских энергоресурсов на, скажем так, игнорирование третьего энергопакета, который разделяет продавца непосредственно потребителю энергетического продукта и, собственно, транзитера и так далее. Эта стратегия, она ошибочна и фатальна была, но для того, чтобы осознать фатальность той или иной стратегии, вы должны по определенному пути пройти, потому что иначе будет так. Я говорю, это фатальная стратегия, а вы, которые в это вложились, в том числе пиар, соответствующий организовали, я беру людей, которые делали на этом большие карьеры, того же господина Оланда, чуть-чуть раньше господина Саркази или госпожу Меркель, вот для них, пока они не дойдут, это всегда, к сожалению, пока они не дойдут до финала в своей стратегии и не увидят трагизм всей ситуации, они будут по этому пути идти. Сейчас они дошли до финала, они увидели трагизм ситуации, которая провоцирует конфликты, которая поощряет по сути агрессию как инструмент внешней политики, которая обнуляет международное право, и они понимают, что находятся на крыле пропасти. Дальше хаоса будет больше. Вот то, что мы с вами увидели на Ближнем Востоке, давайте туда зайдем. Вот они толерировали Хамас как таковой, туда шла гуманитарная помощь в большом объеме, туда шла прямая финансовая помощь, Еврокомиссия, ООН. Я бы сказал, делают это и сейчас, выступая чуть ли не в его поддержку. Это процесс, я думаю, что он все-таки будет тоже конечен и завершен справедливым финалом. Но давайте посмотрим. И это к чему привело? Это привело к тому, что Хамас максимально, манифестно убивает масштабно гражданское население. И вот, да, это не сразу сейчас, потому что на этом очень многие делали свои большие карьеры, особенно в международных институтах и так далее. Но это сейчас ставит вопрос, посмотрите, к чему мы приводим. То есть, если мы продолжаем эту политику, значит масштаб убийств гражданского населения будет нарастать. И тогда возникает вопрос, либо мы продолжаем это идти, пока нас не убьют, либо мы ищем решения. Эти решения могут быть, к сожалению, сегодня контрагрессивными, да, ну то есть силовыми, встречными. Вот почему я всегда говорю, Российская Федерация не может остаться в таком политическом виде, потому что она уже не вернется даже в довоенное время, когда будет маскировать какие-то свои действия, делать вид, что она придерживается договор о нераспространении ядерного оружия или договор о запрещении, о всестороннем запрещении испытаний ядерного оружия и так далее. Или даже контроля за обычными вооружениями в Европе. Всё же это сейчас отменено. То есть Россия сюда больше не возвращается. И значит, она будет что делать? Она будет донатить дальше в терроризм, в хаос, в милитаризацию, в пропаганду и так далее. Это очевидная вещь. И тогда возникает вопрос у наших партнёров. Вы готовы проиграть? Ну не сегодня, завтра, но гарантированно проиграть. То есть готовы, чтобы ваши дети не имели будущего. Потому что вопрос так стоит. Или вы сами не хотите иметь будущего. И соответственно, вот как раз, на мой взгляд, сейчас хорошее время, да, оно трагично очень, но оно хорошее, чтобы новые субъекты, новые субъекты, вот Украина относится к категории новых субъектов, да, чтобы они могли задавать вот эти дискуссии, тон этих дискуссий. Потому что как раз таки вот эта классическая, ещё раз подчёркиваю, европейская или даже евроатлантическая политика, она загнивала долгое время, да. То есть они не готовы были брать на себя ответственность и не готовы, ну вы понимаете, когда ты не готов взять ответственность, ты что делаешь? Ты уходишь от обсуждения сложного вопроса, для того, чтобы не раздражаться, неготовностью своей этот вопрос решать. И ответственность на себя берёт кто-то другой, да. Конечно. И вот сегодня как раз таки переломный момент, то есть либо-либо вопрос выживания, вопрос выживания целых цивилизаций. То есть демократия может сопротивляться, демократия может выдержать внешнее давление, может перестроить внутреннюю архитектуру безопасности, сможет гарантировать хотя бы это 15-летнее будущее. Кстати, вернусь обратно к встрече Китая и Соединённых Штатов. Это говорит, для меня это очень, такой, безусловно, это ещё только начальный этап, но очень красноречиво, потому что я точно понимаю, Китай не заинтересован в глобальной дестабилизации. Наоборот, он считает, что глобальная дестабилизация резко ухудшит внутреннюю ситуацию в самом Китае. Они и так сегодня испытывают определённое внутреннее экономическое давление и, соответственно, Китай не сможет планировать свои вот эти легендарные 50-летние циклы развития. И, соответственно, Китай, ну, не является донатором дестабильности. Да, он хитро использует слабости других стран где-то, да, ну, для того, чтобы нарастить тут политическое влияние, тут получить дополнительные доходности какие-то и так далее. Но Китай не заинтересован в сломе системы. И это позитивный сигнал. В то же время Россия не сможет перестроиться, она не сможет сесть за стол переговоров за глобальный, я имею в виду, не по ситуации в Украине, а за глобальный стол переговоров. И, соответственно, Европа сегодня, наоборот, кардинально отличается даже от той позиции, которую Европа занимала год назад. Год назад она по умолчанию, я не беру страны Восточной Европы, которые действительно были максимально заинтересованы в помощи военной, в том числе помощи Украины, потому что они испытывали страх. Мы уже понимали, что если Россия быстро выиграет войну в Украине, то, соответственно, ее агрессивные намерения распространятся на более широкий ареал, имеется в виду восточноевропейский. Но вот старая, классическая Европа, она достаточно прохладно относилась. Да, мы помощь оказываем, потому что нарушены принципиальные позиции в рамках международного права. Это геноцидного типа война, хотя она так не называлась. А сейчас они понимают, что эта война не просто против Украины, это война против них в том числе. И если они в этой войне принимают какую-то позицию половинчатую, как традиционно принимали, то в итоге цена, итоговая цена для них будет несопоставима с инвестициями в военное производство. И теперь перехожу к очень практической составляющей. Мы с этого начинали, когда говорят, что там объем оружия поставляется в Украине не тот, да. Есть два фактора, или три фактора, вернее, которые это определяют. Первый мы уже назвали, это недостаточное инвестирование военных производств. Сейчас только доинвестируется, сейчас только увеличивается вложение в военное производство и, соответственно, наращивается. И, конечно, это какое-то время занимает. Вторая составляющая — это страх. Страх, знаете, остаться без оружия. Ну, грубо говоря, отдать Украине с учетом того объема войны, которая есть, отдать практически большую толику своего оружия, там, львиную долю своего оружия, остаться без оружия. То есть вот этот страх такой, давайте у нас просто будут стоять системы Патриот, потому что они будут нас таким образом успокаивать. Я, правда, всегда задаю вопрос, ведь не только математическое количество оружия важно, а психологическая готовность его использовать. Вы готовы сопротивляться, как Украина, если, например, Россия будет вести у вас боевые действия на вашей территории? Если вы на этот вопрос отвечаете «да», будем так же, тогда «да», тогда вам оружие нужно. Но если вы не готовы психологически, а у меня есть много сомнений о том, что сегодня в мире достаточно стран, которые готовы сопротивляться масштабной войне, то тогда, наверное, лучше эту войну закончить на той территории, где она сегодня идёт. И третья составляющая — это бюрократия. Мы можем долго говорить о том, как принимаются решения, как эти решения периодически откладываются, даже если они очевидны, какие идут дискуссии. Это нормально для демократии. К сожалению, бюрократия всегда сопровождает демократию, потому что таким образом внутри демократии считается, что мы избавимся от каких-то наиболее токсичных решений, продискутировав их не один-два раза и приняв там не сегодня-назавтра решение, а мы продискутируем в течение двух месяцев, например, тот или иной вопрос, посмотрим на него со стороны через время, и тогда ошибка будет менее болезненна, если будет допущена. Последнее, что в этой теме я хочу у вас узнать, и понятно, что мы сегодня довольно долго про неё говорим, потому что, согласитесь, с точки зрения вот такого информационного фона, наверное, этот информационный фон уже довольно продолжительное время, больше, чем хотелось бы, мягко скажем, он присутствует. Что делать, чтобы его поменять? Ну, то есть, вот, например, с моей точки зрения, да, сейчас я чуть вот подольше, да, перед этим вопросом поговорю, я смотрю на ситуацию на поле боя. Я там не вижу того, что видят паникёры. Ну, то есть, я не вижу, что Россия куда-то мощно ломанулась вперёд. Да, я вижу ситуацию, ну, в худшем случае военного паритета, да, что, учитывая преимущество России по, например, авиации, преимущество по дальнобойным ракетам и много почему ещё, выглядит как очень, ну, хорошо для ВСУ. Да, опять же, если мы убираем за скобки всю эмоциональную часть, связанную с потерями с обеих сторон и прочее, вот я там недавно посмотрел видеофильм, который сделал Олег Сенцов, да, который показывает неприкладную вот часть этой войны, это действительно война, на ней ничего не просто, на ней умирают люди постоянно. И при этом всём, я ещё вспоминаю май прошлого года. Вот в мае прошлого года, когда Россия ещё захватывала территории, да, когда ещё, а был впереди там Северодонецк и Лисичанск, например, если я правильно помню хронологию, тогда, наоборот, многие издания и политики говорили, что, смотрите, Украина там победит, а Россия проиграет. И вот говорили это с большой уверенностью. При том, что Россия ещё наступала, а Украина ещё периодически отступала. Сейчас, в ноябре 2023-го, мы близко такого не видим. Последнее, что Россия захватила, был бахмут и то, какой ценой. Я вообще не уверен, что с военной точки зрения это можно записывать в актив, да. Но при этом настроения, ну, скажем так, как минимум, по части направления меняются. То есть, это информационная вещь, а не вещь, отражающая действительность. Для меня, по крайней мере, это очевидно. И на ваш взгляд, что можно сделать, что нужно сделать, и там, тем, кто, ну, кто хочет как-то на это повлиять, для того, чтобы преодолеть этот самый депрессивный эпизод, о котором вы говорите, и в чём его глобальная причина. То есть, наверняка, Россия тоже как-то, да, там что-то пытается где-то педалировать, где-то подкупать, где-то извращать, но, опять же, это ложится на какую-то благодатную явно почву. Откуда эта почва берётся и как её, так сказать, выкорчевать? Майкл, нам тяжело реально разговаривать, потому что мы одинаково смотрим, действительно. Вы блестяще сейчас сказали, что происходит. Я точно такой же точки зрения придерживаюсь. Посмотрите на линию фронта, посмотрите тот ресурс, который Россия. Посмотрите, как они куда двигаются, там на Лиманском, Глядарском или там в Авдеевском направлении. Сто метров. И, опять же, доминирование в воздухе, которое остаётся, опять же, доминирование в мобилизованных, которых никто не жалеет, в отличие от Украины и так далее. То есть, с военной точки зрения, мягко говоря, ситуация действительно для России выглядит печальной. фронт устоялся сейчас. И да, безусловно, было бы хорошо получить то или иной прорыв на каком-то направлении, существенный прорыв, который действительно информационно будет выглядеть совершенно катастрофично для Российской Федерации. Что делать? И почему? На каком фоне это происходит? Здесь очень просто всё. Это происходит на фоне так называемой скорости жизни. Сегодня очень быстрая скорость жизни. То есть, всегда хочется получить результат на вчера. Причём результат такой объёмный, который можно хорошо показать, с разных сторон и так далее. То есть, я это называю голливудским стилем мышления. То есть, если война, то там один человек может решить фундаментально ту или иную военную ситуацию. И это будет сделано в течение 15 минут ближайших. Ну вот здесь такая же ситуация. Скорость жизни. То есть, люди хотят получать постоянное изменение ситуации, причём, чтобы это изменение ситуации было радикальным. И при этом, когда ты рассказываешь, что смотрите, это вопрос фундаментальный сейчас. Это вопрос, накопленного ресурса. Россия всё, что было, с разных направлений собрала в Украине. И даже при всём этом она не имеет сегодня никаких шансов куда-то существенно продвигаться. Всё, она замерла, замёрзла там, где находится. Теперь вопрос, какой ресурс будет накоплен другой стороной, чтобы выполнить задачу выдавливания, но при этом согласовывая следующие пункты дополнительные. это сохранение жизни, минимизация потерь, это эффективное уничтожение техники и ресурсов России для того, чтобы она не могла быстро восстановиться, например, на следующих рубежах. И третья составляющая — это окончательно избавиться от мифов, что Россия не может проиграть. Вот о чём идёт речь. Как этому противостоять? Переговорить. Ну такое просто переговорить, спокойно объясняя постоянно то, где мы находимся, то, что происходит реально, почему нужно спокойно относиться к вот этим всем информационным постоянным провокациям, типа, смотрите, пессимистические настроения, депрессия, внутри общества конфликтность, западные партнёры не готовы дальше воевать, Россия готова нарастить производство. Переговаривать всё это. Ну то есть быть более достоверным или быть более, скажем так, доказательным в оценке того, что происходит. То есть быть компетентным. Я всегда говорю, что на разных уровнях компетенция сегодня это крайне важно. Нужно быть глубоко в материале, нужно хорошо разбираться в этом материале и нужно репрезентовать точку без панических настроений, точку зрения, без панических настроений. К сожалению, вот даже у нас в Украине я периодически слышу очень странные для меня речи. Россия накопила 900 ракет в Крыму, всё. И дальше. Это говорят официальные представители армейской вертикали. И дальше что? Что с этой информацией должен сделать человек, который два года находится внутри страны в состоянии войны? Он что, сам построит систему ПВО? Он сам закроет небо над Украиной? То есть вопрос, когда ты говоришь на внутреннем рынке 900 ракет накоплено, он предполагает следующую фразу. Мы для того, чтобы превентивно работать против этих ракет, делаем такие-то шаги. Вот этого иногда не хватает. И это создаёт такое ощущение, что где-то что-то хуже. Или, например, в Конгрессе США не проголосовали помощь Украине и Израилю. И дальше что? Ну, то есть, какие шаги делает Украина, Израиль, почему для Соединенных Штатов это важно, на каком уровне проходят встречи, какую позицию занимает, например, она абсолютно крутая позиция, которую занимает сегодня президент США Байден, он публично об этом говорит, крутейшая позиция у господина Блинкина, они объясняют мотивацию, почему помощь нужна и так далее. То есть, исполнительная вертикаль активно в Соединенных Штатах работает. Поэтому, когда ты говоришь, что вот там в Конгрессе не проголосовали, но при этом не говоришь о том, что государство Соединенных Штатов работает для того, чтобы сделать, и есть блестящие аргументы, и эти аргументы действенны, и голосования будет, вот этой части нет. То есть, нужно меньше хайпа, больше компетенции, больше фактических знаний, и всегда говорить, если ты говоришь о негативе, всегда говорить, как он скомпенсирован со стороны Украины и со стороны коалиции. То есть, грубо говоря, вы правильно подметили, грубо говоря, вот все, что сегодня мы имеем с точки зрения вот этого депрессивного периода, я экологические факторы в сторону отведу, потому что, еще раз подчеркиваю, любой жизненный промежуток у человека, он всегда имеет разные этапы. Есть этап мобилизации внутренней, есть этап депрессирования внутреннего, даже в обычной жизни у человека это возникает, там какие-то жизненные обстоятельства складываются ненадлежащим образом, и, соответственно, человек начинает подать какие-то там истерические реакции. Это нормально. Другой вопрос, что ключевым фактором сегодня, и как раз-таки Россия активно это почувствовала, и более тонко работает и на европейских рынках, ну, я имею в виду в медийных рынках, и внутри Украины работает более тонко, это как раз-таки информационная составляющая. То есть, как ты воспринимаешь информацию, то есть, как эта информация на тебя влияет, как эта информация отвечает на твои болезненные вопросы, на которые ты хочешь услышать ответы. И вот сейчас как раз-таки, знаете, закончилось время, я всегда об этом говорю, закончилось время вау-эффекта, эйфории, что Украина выстояла, да, и тогда, что бы Украина ни говорила, сам по себе факт этого слова уже был достаточно позитивным. Сейчас и общественное мнение внутри страны, и общественные мнения в других странах хотят более компетентных комментариев и от государства Украины, и от своих политиков. Почему эта война должна дойти до такой-то точки? Есть ли ресурсы у стран демократии защищаться? Как эти ресурсы эффективно или неэффективно используются? Какие инструменты на этом этапе войны нужны? И, например, когда господин Залужный говорит о технологическом рывке, что это? Сразу объясняешь. Это инвестиции в дроновое производство. Это сложно? Нет. Это масштабно. И это не такие деньги, которые необходимо инвестировать, например, в производство высокосложных систем противоракетной обороны. Дальше. Инвестиции в дальнобойные ракеты или, собственно, количество дальнобойных ракет, или инвестиции в снарядное производство, или инвестиции в систему разминирования этой ракеты, тралы и тому подобное. То есть, когда ты даёшь конкретику, тогда люди начинают «Ага, да, я кориши». То есть, ты даёшь им ответ не проблему, мне не очень нравится, у нас сейчас это выглядит так. Мы облетевываем проблему. В странах Европы начинают побеждать правые, и это приведёт к снижению поддержки Украины. И у меня вопрос. Так, а дальше, что вы конкретно в этой ситуации будете делать? Работать с правыми, объяснять, активнее влиять на общественные мнения в европейских странах, пытаться пробиться через некоторую вот эту информационную тишину, которая возникла в связи с событиями на Ближнем Востоке. Будете ли вы рационально объяснять, что нужно с точки зрения технологического рывка в войне, и как это повлияет, и какая обязательно конечная цель в этой войне? То есть, вот это всё необходимо более точно и более скрупулёзно проговаривать. Других технологий нет. Ещё раз повторяю, мы в постинформационную эпоху. Здесь как раз-таки слово очень важное. Многие, наверное, ещё недооценивают. Вот вы делаете большой объём работы, в хорошем смысле слова, которое позволяет как раз удерживать каркасно ситуацию под контролем. Ну, потому что, если я представляю, все площадки говорят, вы знаете, оружия недостаточно, поэтому всё, конец. Но вот сейчас хороший анализ, кратенький хороший анализ вы делаете с точки зрения, что происходит по линии фронта. Стагнация для России, при том, что у них есть ещё доминантные позиции типа авиации. Всё. Хороший анализ. Достаточный. Субтитры создавал DimaTorzok